Анастасия Редактор субтитров А.Семкин Наука политология, которую я здесь представляю, относится к большому облаку наук об обществе, социальных наук, изучающих общественные отношения. Социология, антропология, культурология, криминология. Экономисты не очень любят, когда их относят к этому множество, но они тоже изучают общественные отношения. Специфическим предметом интереса моей науки, политической науки, являются, как следует из названия, политические институты, политические процессы, идеологии, политические технологии. Когда мы пытаемся вычленить, что именно мы изучаем, в отличие от всех других наук, которые тоже изучают, во многом то же самое, потому что часто мы пользуемся одними и теми же данными, одними и теми же соцопросами, одним и тем же массивом информации о том, как изменяется потребление калорий на душу населения в мире, как меняется возраст при вступлении в брак, сколько живут те или иные политические режимы, как варьируется применение контрацептивов на разных континентах мира. Все эти общественные науки смотрят на это богатство данных и делают оттуда свои выводы. Так вот, если попытаться вычленить вот это политологическое отдельное, чем интересуемся именно мы, то я бы сформулировала это как изменяемую часть. Что происходит с обществом? Что меняется именно сейчас? Что подвергается трансформации? Вот эти места являются предметом нашего специфического интереса. И в этом деле отслеживание изменений того, что можно назвать историей в режиме реального времени, у нашей науки есть два врага. Ну, на самом деле много, но вот главных два. И это не дураки и дороги, и не армия и флот, а это персонализация и исторические аналоги. Персонализация – это наклеивание имен на процессы, институты и явления. Это, в общем, общечеловеческое свойство. Мы, люди, наш мозг выстроен так, что мы прежде всего обращаем внимание на лица. Новорожденные младенцы фиксируются на лицах людей дольше, чем на любом другом объекте, включая красочную погремушку. Поэтому, и становясь взрослыми, мы тоже отслеживаем лица других людей. Нам привычнее назвать политический режим именем человека. Нам хочется обозначить эпоху именем ее наиболее выдающегося, как нам кажется, представителя. Тем не менее, чем это мешает? Почему персонализация – это такой враг? Потому что она превращает политические процессы в россыпь случайностей. Она превращает нашу науку в какой-то извращенный подвид психологии, бесконечно пытающуюся понять, что в голове у того или иного человека. Она отрицает тот факт, что люди являются выразителями неких процессов, представителями интересов, персонифицированными лицами институтов, но не определяют их. Исторические аналогии – враг номер два, и он как-то виден нам всем, как мне кажется, в публичном пространстве очень наглядно – это проведение параллелей между нынешним историческим моментом и любим другим. Иногда это делается под влиянием магии цифр. 2014 год совершенно как 914, а 2017 – прямо вылитый 917. Почему? Да потому что цифры рифмуются, юбилеи зачаровывают наше воображение. Чем плоха историческая аналогия? Тем, что она отрицает развитие. Проводя вот эти вот линии кажущегося нам сходства между сегодняшним моментом и каким-то моментом в прошлом, мы видим ровно то, что неважно – поверхностное родство. Мы не видим ровно то, что важно – то, что изменилось. Собственно, то, на что мы и должны обращать внимание. Тем не менее, тема моего выступления обозначена как технологическое средневековье, высокое средневековье на новом технологическом уровне. Почему, казалось бы, я такой большой враг исторических аналогий, эту аналогию, казалось бы, провожу? Мне тут хотелось бы обозначить различия между аналогией и метафорой. Аналогия – это проведение параллелей. Метафора – это уподобление. Ну, чтобы было понятно, когда поэт говорит, что улыбка его любима и подобна жемчугам в цветущей розе, это сравнение, метафора. Это не обозначает, что он хочет их нанизать на нитку, эти зубы, использовать в качестве украшения. Вот проводящий аналогии мыслит ровно таким образом. То есть, когда мы слышим, что вот сто лет назад была революция, ее там не предотвратили потому-то и потому-то, или она случилась потому-то и потому-то, сейчас мы сейчас вот в нынешнем моменте быстренько все исправим, и тогда вот это у плохого, что случилось, тогда не случится. Этот реконструкторский бред – одна из ведущих психических расстройств нашего времени. Нельзя, еще раз повторю, вернуться в прошлое. Я хочу сказать такую оригинальную мысль. Тем не менее, метафора сравнения может быть плодотворна, потому что она показывает нам какие-то вещи в настоящем и ближайшем будущем, которые мы иначе бы не заметили. В чем смысл этого сравнения с высоким средневековьем? Те изменения, которые происходят с обществами, те изменения, которые происходят с общественными отношениями, с экономикой, с семьей, с рынком труда, с политическими институтами, с политическими режимами, они все больше и больше, к счастью, привлекают внимание человечества, потому что понятно, что эти перемены достаточно масштабны, и они уже вот здесь, вот они уже здесь присутствуют. Поскольку мы, в общем, привыкли больше обращать внимание на угрозы, чем на какие-то позитивные сигналы, это тоже печальное свойство нашего мозга, оно помогало первобытным людям выживать, но нам оно часто застит глаза, поэтому мы видим часто больше угрожающее, чем нежели светлое и перспективное, тем не менее, все видят, что вот что-то такое происходит. Так вот, то, что меняется, то, что становится иным, показывает нам, до какой степени тот мир, в котором мы до этого жили, не осознавая этого до конца, был плодом некоего специфического исторического периода, который можно назвать пост-Вествальским миром. Вествальский мирный договор, как мы знаем, в середине 17 века закончил 30-летнюю войну, кровопролитную войну, прокатившуюся по всей Европе. Что именно закрепил Вествальский мир? Какое новое мироустройство тогда появилось? Реформация разрушила христианское единство. Она разрушила вот этот вот крещеный мир под властью римского понтифика. Пост-Вествальский мир стал миром суверенных государств, которые в дальнейшем трансформировались в государства национальные. Понятие суверенитета и сейчас является одной из наших колонн, из столпов нашего мировоззрения. Мы часто слышим этот термин, может показаться, что поддержание, защита национального суверенитета – это то, что сейчас больше всего волнует как политические элиты, так и самих граждан. Тем не менее, нужно помнить, что это, что называется, так было не всегда. Вествальский мир ослабил Священную Римскую империю, некоторое такое наднациональное образование, которое, в свою очередь, наследовало Западной Римской империи. Так вот, если правы те предположения, которые высказываются в нашей науке политологии, то мы можем вступать в историческую эпоху, когда вот эти вот единые унифицированные национальные государства, которые на предыдущем историческом этапе выиграли гонку истории, стали самыми прогрессивными, самыми передовыми в экономическом, техническом, военном отношении, как-то вот завоевали мир, подчинили себе все окружающее, что вот эти вот структуры национального суверенитета подвергаются некой эрозии на двух уровнях. На каких двух? На верхнем уровне наднациональных образований, союзов, договоров. В качестве примера можно привести Евросоюз, или наш Евразийский союз, или Тихоокеанское партнерство. Неважно, что сейчас именно происходит с какими-то конкретными структурами или договоренностями, о которых я говорю, важно то, что там Великий Шелковый Путь, новый Великий Шелковый Путь можно назвать, важно то, что глобализация объединяет страны на наднациональном уровне и вырабатывает некие нормы, которые являются преимущественными, получают преимущество по отношению к национальному законодательству. Опять же, мы сейчас не говорим о том, хорошо это или плохо, нравится это кому-то или не нравится, просто зафиксируем это явление. На уровне ниже национальные суверенитеты подвергаются эрозии со стороны того, что называется новым регионализмом или даже новым тройболизмом. Тройболизм – это племенное сознание. Мы видим многочисленное, достаточно, иногда успешное, иногда неуспешное. Опять же, неважно, какая попытка завоевать региональный суверенитет является успешной или неуспешной в данный момент. Важна тенденция. Мы смотрим на тенденции, не на новости, а на процессы, не на то, что произошло сейчас, а на то, что в принципе происходит. А так вот этот самый новый регионализм, стремление обрести некую новую идентичность, более прикладную, более узкую, по контрасту, или по причине, или вследствие процессов глобализации. Это тоже одна из, не хочу сказать, угроз, но вот одна из таких вещей, которые как-то снизу подкапывают. Эти самые унифицированные национальные структуры. Еще одна вещь, о которой хочется сказать, это очевидная концентрация экономических и трудовых ресурсов, а следовательно и настоящая, и будущая концентрация политической власти в городах и городских агломерациях. Процесс урбанизации, который был ключевым процессом XX века, привел к тому, что во всем мире, скажем так, в развитом мире, в первом мире, но и у нас в России все больше и больше и люди, и производство, и деньги, и культурная жизнь концентрируются в городах и окологородских территориях, этих самых агломерациях. Есть предположение, что города и союзы городов будут центрами прогресса, будут центрами производства, центрами инноваций, и, соответственно, поскольку я на все смотрю со своей специфической научной колокольни, и центрами, конечно же, политических процессов тоже. Что нам это напоминает? Старый добрый гонзийский союз городов. Вольные города, итальянские города-республики, светлейшую республику Венецианскую, города, которые тогда, в этом самом до Вестфальском мире, в период высокого средневековья, были центрами прогресса, центрами цивилизации и культуры. Еще несколько, казалось бы, разрозненных признаков, которые вот таким забавным образом проявляются, когда говоришь эту волшебную формулу «высокое средневековье» на новом технологическом уровне. Распад того образа жизни, который принес индустриальный XX век, то есть распад хождения на работу, на массовое производство. Как был устроен город XX века? Это промышленное предприятие, жилье для рабочих, учреждение для детей рабочих и люди, которые утром массово едут на свой завод, отрабатывают свою смену, массово возвращаются обратно. Мы не до конца осознаем, до какой степени наши города устроены вокруг этого, теперь уже стремительно устаревающего способа работать. Люди все больше и больше работают не на заводе уж точно, и даже не в офисе, а дома или где придется. Таких людей становится все больше и больше. Это тоже подозрительно нам напоминает средневекового человека, который не имел фиксированного рабочего дня, но как бы все время был занят. Когда говорится о том, что люди работают все меньше и меньше, что по подсчетам социологов у жителей Великобритании по сравнению с 80-м годом прибавилось 7 свободных часов в неделю, когда это людям говоришь, у них это вызывает возмущение. Они говорят, да нет, мы заняты вообще круглые сутки, мы все время работаем теперь. Ритм жизни-то все убыстряется и убыстряется. Раньше время было какое-то медленное, уютное и тихое, а теперь оно какое-то бурное, значит, ты практически непосильное, не успеваешь разобраться вот в этом потоке информации, который на тебя обрушивается, все время кто-то от тебя что-то хочет. Мы круглые сутки на связи, поэтому вроде как нам кажется, что мы круглые сутки работаем, но это специфическая работа. Это работа в некоторой степени самим собой. Это тоже как-то напоминает человека до массового общества, человека до вот этих вот единых, унифицированных и унифицирующих государств. Новая роль религии. У людей действительно появилось больше свободного времени, даже если они это не осознают. У людей, по крайней мере, в Первом мире во многом удовлетворены первичные потребности. Нижние этажи пирамиды Маслоу как-то отстроены. Люди начинают думать о себе, о душе начинают думать. У всех эти размышления к разному приводят, не всегда к хорошему. Новая религиозность имеет свою тёмную сторону. Не надо о ней даже рассказывать, каждый сам может о ней иметь очень наглядное представление. Тем не менее, это факт. Людей рационального XVIII, XIX, XX века поражало, как это в Средневековье, в таких количествах можно было убивать друг друга за идею, за религиозное различие. Теперь нам как-то это чуть больше окажется понятно, хотя, может быть, мы не хотели бы этого до такой степени хорошо понимать. Вот этот новый образ жизни, в котором никто тебе готовое место работы не предоставляет, в котором вот эта идеальная мечта XX века, пришёл парнишка на завод, и оттуда же его и похоронили, она как-то вот уже рассыпается, уже не получается такого. Это не только советская мечта, это, например, японский идеал тоже в том числе. Нет больше, наверное, таких вот гигантских производств, которые готовы тебя абсорбировать и выдать тебе готовое рабочее место, готовый трудовой путь и, соответственно, готовую идентичность. Вообще готовых идентичностей всё меньше и меньше. Всё больше и больше нам приходится выбирать их самих для себя. Уже даже половую принадлежность тебе в роддоме не выдают, как-то приходится самому её себе выдумывать в более зрелом возрасте, не говоря уж о более тонких вещах. Это возлагает на современного человека ответственность, которая часто становится ему не по силам. От отношений мы ждём чего-то нового по сравнению с, опять же, с XX веком, когда люди, может, не так видели друг друга часто. Утром на работу ушёл, вечером с работы пришёл, дети летом в пионерском лагере, ну, может, только на выходные, как ты и обратишь внимание, кто там рядом с тобой проживает. А, соответственно, до этого, в эпоху традиционных обществ, общим интересом в семье был просто интерес выживания, и там вот этого требования, что партнёр должен мне предоставить самореализацию и духовный рост, и удовлетворение всех моих потребностей, эмоциональных и иных этого не было. Общий интерес был простой – с голоду не помереть, зимой не замёрзнуть. Соответственно, вот этот вот груз ответственности за выбор партнёра, за выбор типа семьи, за выбор не рабочего места уже, нет такого места, а за выбор того сорта занятий, которым ты будешь заниматься. Образование тоже перестало быть образованием раз и на всю жизнь. Люди всё время учатся, и очевидно, что это будет так и продолжаться. Повышают квалификацию, меняют квалификацию. Кстати, вот ещё одно интересное сходство – это вот эта трансформация образования. Средневековые университеты не давали никому профессии. Они изучали семь свободных искусств, семь благородных искусств. Целью было не практическое применение этих знаний для чего-то там, а целью было воспитание вот этого вот человека, благородного, возвышенного, просвещенного, как говорили, в эпоху чуть более позднюю, под влиянием вот этих самых семи свободных искусств. Нам сейчас это кажется чуть более понятным. Мы уже тоже от первого образования ожидаем скорее формирования некой общей картины мира, формирования какого-то личностного нашего каркаса, чем нежели прикладных знаний. Мы понимаем, что мы все равно должны будем сами их добирать, и не один раз, а несколько раз. Опять же, если мы сами не придумаем себе род занятий, не придумаем, что мы будем продавать этому миру, который на нас смотрит, то никто за нас, похоже, этого не придумает. Это большая ответственность. Это новая свобода. Что мне тут кажется важным и ценным, и значимым? Мы часто слышим фразу «нет свободы без ответственности». А то, что же это будет за свобода, это будет какая-то вседозволенность. Так вот я вам скажу другое. Нет ответственности без свободы. Ответственность наступает за свой выбор. Это не мешок, который можно возложить человеку на спину и сказать «давай неси». А когда он не хочет нести, то упрекать его в том, что он такой безответственный. То, что я сам выбрал, за это я и отвечаю. А то, что на меня другие возложили, я могу тоже делать, если я так преисполнен, чувство долга. Но это не моя ответственность, потому что это не моя свобода. Вот этот новый мир разнообразный, дифференцированный, полный скорее горизонтали, чем вертикали, скорее сетей, чем строго иерархических структур. Мир, в котором на каждом этапе необходим выбор. Он на самом деле, конечно, не похож ни на какую другую историческую эпоху. Поэтому метафоры могут нам его показать под каким-то новым углом, но проведение аналогии не даст нам никаких плодотворных выводов. Тем не менее, часто приходится повторять про себя вот эту самую формулировку. Вот этот новый мир цветущей сложности, я напомню, это формула Бахтина по отношению к высокому средневековью. Мир постабсолютизма и, может быть, мир постсуверенитета, и, может быть, мир, в котором национальные государства трансформируются в нечто иное. Это та увлекательная реальность, в которой нам с вами предстоит жить. АПЛОДИСМЕНТЫ